Звуки армейских песен, оружия и военные машины на день заняли площадку около Дома офицеров. В Уссурийске впервые прошла всероссийская акция «Военная служба по контракту. Твой выбор». Министерство обороны Российской Федерации уделяет большое внимание обороноспособности нашего государства. Главным в этой работе является увеличение в составе вооруженных сил Российской Федерации профессионалов, военнослужащих по контракту. В данный момент в Уссурийском округе по контракту служит более 4 тысяч человек. Востребованность таких военных кадров отметили и почетные гости акции. Уссурийский городской округ всегда славился своими военными традициями. Уриен, что и нынешнее поколение уссурийцев продолжит прославлять свой родной город и станет частью славной истории Отечества. Те ребята, которые сегодня приняли решение уже пойти на контрактную службу, либо которые принимают решение, они будут иметь право говорить, что я служу России, я служу Родине. Это немного им дано. Бойцы 83-й бригады показали зрителям навыки ведения рукопашного боя, владения оружием и умения выходить из самых сложных ситуаций. С начала акции на территории Дома офицеров работала особая палатка – мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. За час вакансиями в армии заинтересовалось полсотни человек. Предварительное здесь исследование идет кандидата. В дальнейшем мы уже приглашаем непосредственно на пункт отбора, где окончательно будем принимать решение. Среди парней затесалась и Екатерина Бивал. Девушка рассказала, что по образованию инженер и уже работает в воинской части, но в качестве гражданского персонала. Хотела бы попробовать свои силы в рядах военнослужащих. Люблю свою родину и хочу, можно сказать, внести свой вклад в ее развитие и защиту. Поэтому также хочу наравне с мужчинами оставлять свою вкладку. И как же без традиционной армейской каши? 45 килограммов блюда из гречки и 40 литров чая разошлись, что называется, на ура. В чем секрет приготовления коронного блюда, узнать так и не удалось. Повара молчат, как партизаны. А гости тем временем уплетают угощения. Например, мама Глеба Лабыня даже удивилась аппетиту своего ребенка. Наверное, она точно какая-то особенная, потому что он ни в садике, ни дома у нас никогда каши вообще не ел. Ни маную, ни рисовую, ни гречневую. Гречневую тем более никогда не ел. А здесь целую тарелку съел. Еще и за чаем пошел. Тем временем, с другой стороны площадки царит такое же оживление. Здесь внимание прохожих привлекают массивные машины и современное оружие. Все кнопочки и рычаги можно проверить на прочность. Рядом с каждым военным агрегатом табличка с подробным описанием его характеристик. А для фото на память можно забраться наверх или даже проникнуть внутрь. Напротив, солдаты демонстрировали образцы военной формы. Выделялся из общей массы вот этот костюм. По словам его владельца, в 30-ти градусную жару в таком обмундировании совсем не жарко. Самая одежда, у него называется леший. Ну, иногда без движения лежишь, он там маскирует хорошо. Но перед движением только ползком можно. Первая акция военная служба по контракту «Твой выбор» оказалась насыщенной. Дети были заняты исследованием военной техники, а взрослые интересовались условиями поступления на службу. Так что событие решено сделать ежегодным. Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Телемикс.